В своем ежегодном послании народу Казахстана экономический курс справедливого Казахстана глава государства Касымжом Артокаев большое внимание уделил развитию креативной индустрии, в которой значительная роль отводится талантливым и творческим людям. Как молодежь областного центра восприняла данные предложения, смотрите в следующем сюжете. Президент нашей страны, выступая с очередным посланием на открытии сессии парламента, отметил, что креативная индустрия – еще одна точка роста экономики и занятости. В современном мире именно креативное производство, основанное на творческом потенциале и интеллектуальном капитале граждан, служит источником развития по-настоящему инклюзивной экономики. Сейчас центры креативной индустрии сосредоточены в трех крупных городах – Астана, Алматы, Шымкент. Регионы остаются без должного внимания. Это нужно исправить. Точки притяжения талантов центры креативной индустрии должны быть в каждом областном центре, в каждом крупном городе. Глава государства также поручил разработать отдельный пакет мер поддержки креативщиков, который позволит им полноценно участвовать в рамках поддержки предпринимательства и получать финансирование. Лично для себя отметил тот факт, что глава государства сказал о развитии креативной экономики. Креативная индустрия, как было отмечено, это медиа, это музыка, это кино. То, чем увлекается наша талантливая молодежь. Я очень рад, что именно со стороны государства будет всяческая поддержка наших креативщиков, как я сказал глава государства. У молодежи в послании, я думаю, есть разное мнение, в зависимости от политических взглядов или от жизненного опыта. Лично я к посланию нашего главы отнеслась с оптимизмом и с надеждой на видеообещание улучшения нашей страны в лучшую сторону. Ну а мы, как молодежь, мы всегда являлись двигателем нашей страны. Я думаю, что именно уклон в развитие молодежи, в креативности, я думаю, даст тоже какие-то свои плоды. Представители молодого поколения отмечают, что озвученные президентом меры поддержки позволят многим талантливым гражданам не просто заниматься любимым делом, но и получать за это достойную оплату.